доброго здоровья всем кто нас видит и слышит эта программа акцент и сегодня она впервые выходит в совершенно нетривиальном режиме но я по-прежнему ее ведущий меня зовут юрий алаев я работаю в удаленном доступе а в студии телевидения казанского федерального университета ректор кфу ильша травкатович гафуров и мы сегодня побеседуем о текущих злободневных делах связанных с коронавирусом с экономической ситуацией но и немножко о будущем о том как мы из всего этого будем выходить ильша травкатов спасибо вам большое что вы согласились поучаствовать в программе в таком режиме да немножко непривычным но заставляет нас обстановка обстоятельства и как я уже сказал вопросов достаточно много накопилось из чрезвычайной ситуации мы ее конечно официально так не называем но по сути то она на самом деле чрезвычайная но я бы хотел начать все-таки не с нее а вот с чего ровно 10 лет назад вот буквально два дня разницы да прошу как вы были назначены ректором казанского государственного университета получившего статус федерального у меня такой простой вопрос вы этот юбилей каким-то образом отмечали вообще как-то то событие зафиксировано в анналах добрый день уважаемые коллеги добрый день юрий прокопич на самом деле мы с вами сегодня встречаемся не в обычной ситуации но мы полном объеме соблюдаем все эти требования которые распространяются на нас с вами и сегодня регламентированы соответствующими указами распоряжениями высшестоящих органов и прежде всего конечно распотребнадзора 10 лет это конечно уже достаточно большой срок для того чтобы подвести какие-то итоги с одной стороны с другой стороны для такого большого университета как наш это и небольшой срок для того чтобы сказать что мы уже сделали все наверное сегодня рано вообще я думаю пройдет определенное время и это будет темой для специалистов до исследователей в области формирования университетского образования да и для наших историков тоже я решила кач вопросов нет я не сомневаюсь и даже диссертации будут по этому поводу защищаться почему-то мне так кажется скандидатские как минимум но давайте поможем будущим диссертантам тем не менее вот я согласен абсолютно с вами и что конечно 10 лет для такого университета ну что это за срок да но тем не менее под каким углом зрения посмотрите я почему говорю что давайте поможем нашим будущим диссертантам которые будут защищаться по истории и трансформации казанского федерального университета все-таки буквально в нескольких словах если можно вот вы сами для себя вы тактично ушли от ответа на вопрос отмечали вы или нет каким-то образом десятилетия там в кругу друзей коллег ну и так далее да но это ваше право на что касается вот так называемых век все-таки буквально в нескольких словах вы можете вот на вас вот по вашему ощущению вот что было принципиально важным и ключевым что случилось вот что произошло за минувшие 10 лет хорошо юрий прокопьевич а ну я все-таки отвечу на ваш вопрос хочу сказать что мы просто поздравили друг друга поскольку правило самоизоляции это не исключение да и ни в каком кругу семей не с друзьями это событий я конечно же не отмечал но в кругу коллег проректорского корпуса мы все находимся на рабочих местах и каждый день мы по несколько раз встречаемся для того чтобы решать те или иные насущные актуальные на данный момент вопросы поэтому мы конечно же друг друга поздравили и более того когда было подписано соответствующее распоряжение премьер-министра российской федерации продление моих полномочий еще на пять лет сегодня я подписывал контракты с проректорами поскольку их срок полномочий он тоже напрямую связан сроком полномочий ректора поэтому конечно же мы все друг друга поздравили сегодня но это не были в пышные поздравления это было чисто обстановка и вот после этих поздравлений как вы говорите я пришел к вам если говорить о результатах то я уже неоднократно об этом говорил что вопрос формирования университета казанского федерального университета он был непростым и каждый человек и это выливалось зачастую публичное пространство имел свою собственную точку зрения с одной стороны это говорила о значимости нашего университета прежде всего для татарстана для казани и с другой стороны это все таки и нужно об этом всегда помнить было самое крупное объединение в истории академического сообщества российской федерации и особенно было много на старте критических замечаний правильно или были выбраны университеты для объединений для формирования федерального университета все-таки я позволю себя вас немножко поправить я был назначен все-таки ректором федерального университета и какой-то короткий период времени мы параллельно с максим халиловичем работали в одном кабинете он должности ректора казанского государственного университета я в должности казанского федерального университета и мои коллеги с присоединяемых университетов также работали в двух качествах с одной стороны они были ректорами тех университетов частности ради фривка замарядина был ректором татарского гуманитарного университета и был директором структурного подразделения тогда еще без названия поскольку мы все вместе дировали университет и перешли тогда впервые на структуру институционального характера поскольку было очень много от наименных отнопрофильных факультетов и разных других структур это процесс он был и болезненным для многих поскольку вы знаете что в академическом сообществе отказываться от собственного мнения не такой простой как бы не так просто сделать поскольку каждый думал и на самом деле я благодарен коллегам что этот процесс мы прошли насколько не всегда наши точки зрения совпадали если говорить о том что нам удалось сделать во первых нам конечно же удалось сформатировать университет в том виде в котором он сегодня существует еще раз хочу сказать правильно неправильно все это сделано было покажет время если для этого не такой большой срок поскольку мы до сегодняшнего дня может быть не так динамично как это было на старте но проводим определенные изменения отвечая на те или иные вызовы уже сегодняшней нашей жизни и с другой стороны мы все-таки сохранили костяк ученых преподавателей всех наших университетов которые объединились и и если посмотреть даже на руководящий состав то он сегодня у нас тоже достаточно сбалансирована у нас взять из директор с директорского состава то он практически сформирован внутренними нашими кадрами и казанского госуниверситета финансового института татарского гуманитарного и так далее я все перечислять не буду если посмотреть на проректорский состав то там тоже сохранен в основном контингент преподавателей и ученых которые работали в казанском государственном университете сегодня только произошло как я уже говорил переназначение многих из них в то же время дополнительно были приглашены люди которые имели академические степени имели опыт работы в вузе но в то же время имели огромный опыт административной работы частности сегодня мной подписан приказ о назначении проректором по международным отношениям человека который совсем недавно два года с лишним назад пришел наш университет с работы министерства образования науки республики татарстан это тимирхан было от чаришь но он имеет хорошую академическую семью у него и папа у нас работает профессором он сам преподает и последнее время возглавлял как наверное вы все знаете и ситуационный центр который мониторил все новшества которые серии образования происходит сегодня не только в нашей стране новом мире ленар наила чалатыпова ему исполнил 65 лет и мы продлевали приказом только его работа у нас вот по положению действующему университете он становится сегодняшнего дня советником ректора по международным отношениям поскольку количество иностранных студентов у нас достаточно большое сегодня приближается к 10 тысячам да и там много разных проблем которые особенно высветились вот в связи с коронавирусной пандемии то же время нами сформировано достаточно большое количество новых направлений прежде всего конечно это безусловно медицинское направление которое мы вернули в лона университета это не просто подготовка врачей это подготовка врачей-исследователи и создание целой базы научно-исследовательской на площадке университет и создание подразделения ответственных за эту работу в ряде наших предметных институтов второе я просто хочу сказать большого достижения все-таки мы оправдали доверие руководство республики как мне кажется когда мы сформировали это тоже не было бесспорным особый подход или особая модель для подготовки учительских кадров все-таки если сравнить как сегодня развивается развиваются исследования в области педагогической науки то в российской федерации мы являемся в этом вопросе лидерами и это не только наша оценка это оценка международных агентств которые мониторят и дают соответствующую оценку тем или иным академическим в том числе программ это понятно да да вы знаете вот один из руководителей министерства меня буквально на тнях спрашивал он говорит решет ровка все вы предвидели что ли вот все эти изменения которые сегодня стали реальными нашей жизни и в области медицины сегодня все что мы делаем стало востребованным и в области педагогического образования поскольку задача перейти на дистант и создать все условия до этого были поставлены не сегодня и не вчера мы как вы знаете в каждом структурном подразделении создаем центры цифровых трансформаций и поэтому наш опыт сегодня является одним из лучших по крайней мере в республике и такую оценку дал президент нашей республики рустам наргаревич мини хан у нас не так много проблем с переходом на новые дистанционную систему подготовки специалистов и в то же время нефтяном сегменте сегодня тоже есть много проблем и задача сделать приоритетный все что связаны с нефтью и с ими возникла у нас тоже уже в 2013 году и под это дело мы сформировали целый институт который назвали институтом геологии нефтегазовых технологий для нашего университета это тоже было новым направлением и мы под это направление сегодня создали достаточно большое количество лаборатории ориентировали многих наших ученых и это направление сегодня связаны с удешевлением себестоимости добываемой каждой тонны нефти я думаю тоже очень востребован и самое главное что нам удалось и несколько лет назад я об этом как-то говорил сделать так чтобы все чем занимается университет стал востребован на рынке труда на рынке бизнеса и соответственно наши образовательные программы стали востребованы показателем является растущий спрос на наши образовательные программы из растущей конкуренции при поступлении наш университет хотя по количеству принимающих точнее по количеству в том числе и бюджетных и не бюджетных мест мы тоже являемся лидирующим университетом в нашей стране хорошо вы фактически я почему вот пару раз путался в клинице ваш монолог вы сняли с языка у меня вопрос я как раз хотел спросить что вот университет очень большой да даже по европейским меркам я уж не говорю там про американский где 40 50 тысяч почти до обучающихся если иметь ввиду и заочную форму это очень много и большое количество вы сказали 10 тысяч но округленно до иностранных студентов по экспоненте тоже растет их количество я как раз хотел спросить вот с вашей точки зрения но понятно что не могут все развиваться вот все институты одновременно то вот прям тик тик так как говорится всегда что-то кто-то вырывается вперед кто-то перегруппируется скажем так на марш и поэтому немножечко может быть динамика замедляется развитие но вы уже не да я еще раз говорю с языка сняли вы уже ответили на этот вопрос вот я себе пометил вы первым назвали медицинское направление медико-биологическое следующее это очевидные действительно успехи в преподавании подготовки преподавательских кадров и третье это институт геологии нефтегазовых там нефтехимических коммуникаций кстати здесь такой вот один вопрос возникает в контексте происходящего на нефтяном рынке последние это сделка 12 апреля опек два плюса как ее уже называют я-то про себя подумал думает не насторожит некоторых из потенциальных абитуриентов скажет о нефтянка что-то там похоже уже никому это нефть не нужна а надо ли идти на это направление но это так это тот вопрос который вот он где-то может быть висит в воздухе но поможет быть даже и не нуждается в ответе я не попробую несколько слов сказать знаете когда мы создавали данный институт это вопрос он тоже возникал этот вопрос все время возникает когда мы защищаем проект 5 топ 100 до проект глобальной конкурентной способности наших университетов и нам члены международного совета все время говорят почему вот нефтяную тему вы выставляете в качестве приоритетности но вот сегодня происходит редизайн на этой программы эта программа в дальнейшем со следующего года будет называться программа академической академического превосходства российская программа академического превосходства и в этой программе обязательно должна быть хорошая большая составляющая ориентированная на поднятие конкурентоспособности в целом нашей экономики простыми словами насколько она и могу сказать это будет дана оценка насколько все что мы делаем так или иначе работает на экономику нашей собственной страны и как наши проекты согласуется или конкордирует с национальными проектами которые озвучены были президентом российской федерации и мы здесь если сравнивать все эти 12 проектов то должен сказать что то чем мы занимаемся она полностью согласуется и со стратегии развития российской федерации до 2030 года и конечно же с национальными проектами будь то в области айти технологии демографии медицины энергетики поскольку на сегодняшний день и весь фонд безопасности можно одним словом назвать который сейчас как раз помогает нам сбалансировать те непростые то непростую ситуацию которая у нас имеется они же сформированы за счет как раз ресурсов которые формировались за счет газовиков и нефтяников нефтехимиков поэтому я думаю при том балансе экономики который сегодня есть еще долгие годы будут востребованы специалисты в этих областях только не должны быть простые нефтяники это должны быть большей степени исследователи которые создают новые технологии которые способствуют более глубокой переработки и способствует конечно же более дешевой добычи тех углеводородов которые сегодня имеются в нашей стране и чем мы и богаты на технологии удешевление производства конечно да абсолютно ключевые задачи тут спору нет но уточняю вернее завершая вот эту вот часть вопроса три позиции вы назвали фактически вы определили институты лидера да указав казанском федеральном университете медико-биологический еще раз я повторю да педагогическое направление и вот то о чем сейчас буквально это направление связаны с цифровизация который пронизывает буквально все структурные подразделения нашего университета сегодня и когда часто говорят а какая структура у вас отвечает за эту работу я отвечаю что у нас каждом институте есть свои особенности то есть само по себе айте интересно только тогда когда она интегрирована с теми или иными предметными областями мы сегодня вплотную занимаемся и цифровой медициной вот этот период пандемии у нас немножко притормозил поскольку требуется большие ресурсы это и цифровые конечно же технологии в области образовательной деятельности чем мы сегодня пользуемся благодаря чему мы с вами и беседуем сейчас какой-то степени это конечно же использование данных технологий в экономике для прогнозирования для формирования модели развития нашего общества понятно без анализа и без цифровизации этих направлений нам бы было бы очень тяжело вот представьте что не было войти направлений развитых в нашем университете и мало чтобы мы могли реализовать сегодня значит конечно все эти направления они выбраны в качестве приоритета еще исходя из того что они дают работу другим предметным областям и физики и химикам и биологам и математикам и даже журналистам да 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 и журналистам что-то достанется вот я как раз хотел это и уточнить подводил к этому казанский университет многие десятилетия славился своей там математической школы физической школы вы выпускник фисфага казанского университета да и считалось что вот это вот столпы там в мк фисфаг химфаг там все я уж про журналистов не говорю мы никогда не были столпами но подпирали иногда конечно по необходимости но вот как хрущев говорил да подручные партии сейчас подручные многих партий но это так реплика парт в сторону так вот университет всегда славился вот этим да считалось что вот это вот вот это вот гордость и это вот локомотив университета а сейчас мы видим что приоритеты несколько сместились до цифровизации конечно все пронизывает но цифровизация это инструмент да им надо просто пользоваться как следует это же не самоцель вообще-то да что можно сказать вот я понимаю математика для меня вот черный там темный лес да я гуманитарий до мозга костей как принято говорить и что можно сказать об этих вот направлениях об этих институтах они какое сейчас место занимает в жизни университета да и вообще в обществе да физики лирики 60-х годов которые там спорили в книгах в кино это было модно и физики были в моде лирики были в моде сейчас как-то вот как-то это немножечко отошло это этот это веяние времени это вот неизбежный процесс или они делают свое дело но просто как-то ну не оказываются на виду я имею математиков физиков меньшей степени химиков вы знаете давайте еще раз вернемся периода формирования нашего университета вот если вы посмотрите то все присоединяемые вузы за исключением казанского государственного университета были чисто гуманитарными либо социо гуманитарными и этот период когда мы формировали университет и определяли приоритетные направления особенно при реализации первой программы федерального университета когда нам выделялись ресурсы на материальное оснащение университета на приведение соответствии наших кампусов вообще на создание университет да я напомню это примерно миллиард рублей год то чего мы начали мы начали с института физики тогда еще многие говорили гафуру сам выпускник мы до огромные ресурсы потратили на институт физики мы огромные ресурсы потратили на институт химии до построили кампус благодаря нашим спонсорам но вот в этом году мы в полном объеме рассчитались осталось там 60 миллионов рублей мы буквально там по графику рассчитываемся мы очень благодарны компанией таив и председателю нашего попечительского совета президенту республики рустам норгалевичу за то что создали достаточно такие льготные условия и в отсрочку дали нам возможность рассчитаться мы оснастили эти лаборатории извините перебью вот не могу не перебить да так что я-то думал как и многие другие что таив за свой счет построил и такой благодетель а он просто взаймы дал да но взаймы дал во первых без процента во вторых аналитных условиях это тоже это конечно большой плюс потому что одномоментно сфокусировать ресурсы мы бы не могли без потери ну а других направлений так вот я хочу сказать что и физики и химики развиваются и математики посмотрите на второй корпус в каком состоянии другое дело почему такое особое отношение к тем направлениям которые вы озвучили во первых их не было медицины биомедицины не было да во вторых присоединились два педагогических университета казанский по сути татарский гуманитарный и лаборгский и вы помните в первые годы насколько жесткая была критика да там загубили подготовку специалист поэтому сделали их приоритетом для того чтобы акцентировать внимание руководства университета на этих направлениях и соответственно сконцентрировали на них определенные в том числе и финансовые и нематериальные ресурсы то есть и материальные и нематериальные мы создали хорошие лаборатории создали школы и даже создали соответствующую инфраструктуру в качестве двух наших лицеев вот сентября откроется детский садик это же не просто обычный детский садик или обычная школа это площадки отработки новых педагогических технологий сейчас мы ведем разговор поскольку у нас елабуги и сфериал создать там школу на площадке муниципально обычной средней школы рядом здание находится этой школы рядом с нашим кампусом педагогического института в елабуги политическое добро мы получили на данный момент мы посмотрим как будут развиваться события вот с пандемией это какая-то особая школа будет в чем ее отличие от любой другой школы пока это обычная школа более того она из десяти школ занимает там девятое место до елабуги то есть это будет даже среднего по уровню но мы говорим что мы нуждаемся в площадках собственных площадках и вот именно из этой школы мы должны знать школу лидер елабуги и на этой же площадке будут отрабатываться и технологии новые разработки и на этой же площадке будут проходить практику наши будущие студенты и на этой же площадке я надеюсь мы для той зоны будем осуществлять переподготовку учительских кадров что особо важно вот нынешней ситуации показала что не все учителя готовы сегодня же школьные программы по дистанту многие зависают там не только интернет виноват там и неподготовленность их огромное количество да это у нас не только должна быть другая более 40 тысяч как вы сказали приближаемся к пятидесяти тысячам то там-то огромный контингент и не все готовы и сегодня с учетом этого университет должен тоже будущем ответить на этот вызов и учитывать эти моменты при подготовке и первичные подготовки и переподготовки учительских кадров знаете и есть еще одно направление которое все время относилось к технологическому университету это нефтехимия и да они неплохо готовят специалистов для так называемых линейных специалистов но исследование в этих областях давно уже требует поднятия совершенно на новый уровень то же самое нас критиковали когда мы начали создавать инженерный институт составе университет мы не дублируем ни к и ни к х ты даже собственный институт набережных челнах мы тоже не дублируем другое дело что мы делаем приоритетным да какие направления жизнь меняется я совершенно очевидно что сороковые пятидесятые даже шестидесятые годы когда шла гонка между нашими основными государствами соединенные штаты в основном и советский союз то мы могли сохранить собственный суверенитет организовав очень хорошую обороноспособность нашей страны без физиков это сделать было практически невозможно и многие вещи которые тогда были востребованы они как раз были продиктованы необходимостью сохранение собственного суверенитета и мы вышли победителями и гонки за первые полеты в космос и мы практически моментально или достаточно быстро сделали атомную бомбу все что с этим связан поэтому сегодня другие проблемы сегодня другие проблемы и сегодня если мы будем отставать в области цифровых технологий я позволю себе неполном объеме с вами согласиться что это не только технологии это и сами разработки ведь мы сегодня еще во многом пользуемся теми разработками которые к сожалению не мы сделали да в области эти технологии поэтому нам здесь есть над чем работать и в области исследования тоже вот мы нигде не присутствует международных оценках в области эти технологии я имею ввиду вот наши университет понятно так коллеги что-то у нас со связи я вас не шишка что поэтому все нормально нормально да потому что у меня сейчас картинка на какой-то момент встала хорошо немножечко чуть-чуть от глобальных вопросов от глобальных проблем спасибо за детальное разъяснение на повседневности к быту к бытовой да к бытовой нашей повседневности в условиях вот самоизоляции и так далее и так далее вы упомянули в начале что вы сегодня общались было какое-то совещание где вы там друг друга поздравили с вашим десятилетием с переназначением ректоров директоров некоторых я так понимаю что на вас на проректорский состав и на директоров по существу вот этот вот режим самоизоляции никак не повлиял в части организации рабочего дня и рабочего пространства вы по-прежнему приезжаете вы непосредственно и еще вот перечисленные еще люди которые был проректор да те же в свои кабинеты вы проводите утренние планерки вы то есть ну может быть только маски где-то надеваете а так что ничего не изменилось вот мы же с вами работаем в режиме удаленного но вы с проректорами работаете по-прежнему лицом к лицу и с директорами института вы знаете нельзя сказать что ничего не изменилось во первых сегодня в университете кампусах университета отсутствует студент значит большинство преподавателей переведены на дистанционную работу значит не основной персонал он тоже переведен либо находится дома на самоизоляции при этом мы сохраняем оплату труда так как и было поручение поручено значит мы еженедельном режиме проводим виде конференцию с министром образования науки российской федерации валерий николаевичем фальковым где ректоры уточняют те или иные вопросы которые возникают связи с нынешней ситуации и не все проректора не все проректора находится на утренней планерке де-факто многие находятся в своих кабинетах и мы работаем вот таком же режиме как сейчас общаемся с вами то же время у нас работают все структуры обеспечивающие жизнедеятельность университета и жизнедеятельность соответственно наших студентов прежде всего полном объеме работает наша клиника ну да да работает в особом режиме но работает полном объеме и мы сегодня сделали все для того чтобы защитить наших медицинских работников коронавирусные есть в нашей клинике но знаете были пациенты это и в роддоме на несколько дней мы работали в режиме карантина там было подозрение у одной роженицы слава богу она родила работу здорового ребенка и тест на ковид был отрицательным все нормально но врачи которые принимали роды они там ночевали до получения соответствующего результата теста аналогичный у нас был пациент больной значит в одном из кампусов нашей клиники но там тоже все благополучно завершилось поэтому на сегодняшний день подтвержденных ни пациентов ни врачей ни студентов у нас ковидом нет мы ведем ежедневном режиме мониторинг заболевания вот и обучающихся и соответственно нашего персонала всего и преподаватели научных сотрудников и так далее у нас конечно практически в полном объеме работает лаборатория института фундаментальной медицины который вот работает по данной проблематике и мы надеюсь в конце этой недели либо в начале следующей откроем собственные лаборатории и сможем делать собственные тесты на ковид-19 они сертифицированы все нормально да все что мы делаем да мы должны получить разрешение Роспотребнадзора и в то же время конечно же особый режим он действует на территории как кампусов где обучались студенты так же и соответственно кампусы где сегодня проживают наши студенты то есть то есть кампусы сейчас ну как сказать загружены ну по крайней мере иногородние то где-то же должны жить студенты они в удаленке занимаются а живут по-прежнему ну скажем в той же деревне как уж мы университет у нас сегодня только в Казани 7800 примерно студентов живут в общежитиях хорошо вот здесь есть один вопрос может быть он не очень будет не очень понравится но я не могу его не задать потому что пошла на днях буквально вот она может быть небольшая но тем не менее волна была в соцсетях в контакте о том что как раз вот в кампусах Казанского университета очень жесткий режим даже некоторые писали там что ну вот насколько я могу по сводке судить что даже чуть ли из комнаты нельзя выйти не можете вы прокомментировать не могли бы прокомментировать вот эту ситуацию как обстоят дела что здесь правда что относится к так называемым вбросам или фейкам как сейчас модно выражаться вы знаете про нас всегда очень много говорят если бы вы задали вопрос что было самым тяжелым вот за все эти 10 лет это вот отвечать на все эти вбросы или не отвечать на них поскольку все что-нибудь говорили и делали ссылки и это из той же категории значит каждый к сожалению многие хотят пропиариться показать свою значимость и так далее на сегодняшней ситуации тоже для наших студентов так же как для всех граждан проживающих Казани действует один и тот же режим от нее те же правила более того этот режим он более мягкий на территории деревни университет у нас рядом с кампусами есть спортивные площадки и так далее поэтому он одинаков все регламентирующие документы сегодня опубликованы на сайте университета там есть приказ ректора никаких там вот тех вещей которые сегодня иногда вбрасывают в социальные сети их там нет значит если спросить о количестве больных наших студентов не коронавирусная инфекция в принципе заболеваемости любого вида особенно ОРВИ то хочу сказать что вот тот мониторинг который мне дают ежедневном режиме показывает что на сегодняшний день студенты которые проживают в общежитиях он намного ну количество больных намного меньше чем те которые проживают у себя дома да и конечно есть определенные ограничения прежде всего они связаны с работой этих студентов и многие ведь работали это никому не секрет подрабатывали и имели дополнительный доход сегодня когда действует режим самоизоляции во первых хочу сказать это на совести каждого студента никто там не сидеть ни охранников особых нет никого там нет чем меньше они выходят они ходят в магазин покупают продукты да и чтобы минимизировать как раз их заражение в том числе и обычным ОРВИ как сейчас мы говорим хотя говорить наверное обычного ОРВИ это не совсем правильно ну да значит принято решение начиная с четверга сто процентов всех кто проживает в общежитии обеспечить необходимым набором продуктов питания наборы продуктов питания будут входить соответственно крупы макаронные изделия масло подсолнечные сливочные сахар картошка лук и так далее все это будет раздаваться один раз в неделю по очереди это бесплатно бесплатно на сегодняшний день бесплатно часть за счет ресурсов университета часть и я за это хочу сказать большое спасибо нашим спонсорам членам попечительского совета да и просто добрым людям руководителям крупных предприятий прежде всего компании группы нафис за то что они сами с инициативы вышли и приняли решение поставить университету и соответствующие чистящие средства и мы договорились что и будут обеспечивать в том числе и продуктами питания ну здесь я обратился главам администрации двух муниципальных районов это город елабуга город набережные челны мэру города набережные челны поскольку там находятся наши институты где тоже проживают в общежитиях студент я сказал примерно так если вы не хотите чтобы студенты ходили или шастали по городу а вы окажите нам содействие в обеспечении их люди же каждый день кушать хотят в любом случае столовые рестораны закрылись кафе закрылись даже если им раздать деньги они все равно где-то должны питаться ходить и да да значит то о чем я говорю вот она распространяется также и на студентов наших филиалов елабуги и набережные челны отозвались те главы администрации откуда ваш покорный слуга является депутатом и вот сегодня уже из тетюши едет машина и с картофелем и с крупой и с мясом поэтому как бы это показывает зрелость наших бизнесменов наших крупных руководителей насколько они готовы сегодня оказать такое содействие дети и некоторые и никто знаете не говорит у нас большинство студентов которые остались здесь в общежитии это все-таки иностранцы у них у многих не хватает возможности уехать за рубеж и и сегодня и они многие и реализовать не могут свои желания даже если захотели бы уехать у нас аэропорты закрыты да и поэтому я считаю что это наша обязанность оказать такое содействие я попросил наших преподавателей по возможности оказать и денежную поддержку сегодня вот ректорат во главе с вашим покорным слугой мы собрали 650 тысяч рублей 100 тысяч я вложил мои коллеги проректорат для того чтобы мы могли финансово кому нужны деньги значит их поддержать в этот непростой для всех нас период как будет определяться кто нуждается больше кто меньше это какая-то какой-то отбор будет какие принципы по продуктам питания чтобы не было вот таких вопросов будет одинаково всем и нуждающимся я считаю что все кто когда-либо жил в общежитии и сегодня живет они знают что молодой период мы всегда кушать хотим да это лишнее это правда да и мы поэтому в набор продуктов будем формировать исходя из основного вот что у нас картошка масса рис значит я говорю о денежной части вот вы 650 тысяч собрали мы 650 директора институтов у себя это будет определять студентское самоуправление мы просто собираем деньги и по предложению студентского самоуправления передаем деньги тем кто в этом особо нуждается в основном это наверное будут иностранные студенты потому что наши студенты они получают социальные стипендии кто нуждается они и так в особом списке и по социальные стипендии по выплатам у нас никаких проблем сегодня нет хорошо вот упомянули из Тетюш едет машина там картошка мясо туда-сюда но студенческие университетские столовые закрыты правильно это из этого мяса что-то нужно умудриться приготовить картошку сварить или пожарить а в общежитиях есть возможность это первый вопрос я сразу два задам если вы не возражаете где-то приготовить ну я не знаю ну плита элементарная еще что-то такое это первый вопрос второй вопрос насчет перемещения правильно ли я понимаю что все-таки студент живущий в общежитии сейчас может зайти в соседнюю комнату к студентке чтобы обсудить конспект лекции ну скажем так или это ограничено хочу сказать что на сегодняшний день в общежитиях есть все необходимое для того чтобы люди самостоятельно готовили во первых мы с вами наверное тоже в общежитии жили у нас есть коридорного типа общежития когда в конце коридора с обоих сторон да да газовые плиты электрические плиты и слава богу мы за последние годы достаточно неплохо подготовили наше общежитие к стандарту который нам задали кампусы расположены на территории деревни универсиады так называемых там тоже все это есть более того и туалеты и душевые все обновлены и никаких проблем нет значит будут розданы также необходимые моющие средства шампуни стиральные порошки мы делаем все чтобы студенты поменьше ходили по городу особенно нам нужно выждать вот 2-3-4 недели наверное которые вот идут пока по прогнозам что будет пик и потом может быть и мы на это надеемся выйдем на право и пойдет снижение нам нужно сохранить здоровье наших студентов и наших преподавателей второе вы это же чистейший воды фейк когда задают такой вопрос или провокацию как можно удержать студента заходить из одной комнаты в другую конечно они живут точно так же как если вы живете в подъезде в квартире вы можете постучаться зайти к соседу это зависит от целесообразности от необходимости они и могут выходить если я говорю они могут выходить на улицу и заниматься спортом делать пробежки на наших спортивных площадках то о чем вы говорите тем более в старых общежитиях где туалеты и душевые находятся в конце коридоров конечно они каждый день по несколько раз ходят готовят кушать моются и живут обычной жизнью но у них конечно же есть определенные ограничения но они связаны с теми документами которые сегодня в Казани выпускаются руководством или штабом республики Татарстан по минимизации заражения в том числе и ковид-19 понятно спасибо большое за разъяснение я уж конечно про студента ну который может зайти к студентке или наоборот ну не мог не спросить это житейская ситуация ну как это же одна из основных свобод вот на сегодняшний день во всяком случае на сегодняшний день министерством образования науки российской федерации нам поручено мониторить все что происходит как бы в привозском округе да и хочу сказать большим сожалением что уже вот в мордовском университете примерно 18-19 человек уже болеет среди студентов поэтому это тоже нужно иметь в виду и все таки чтобы меня правильно понимали и студенты которые надеюсь будут смотреть эту передачу чтобы они тоже воздерживались от пустого хождения тем более на сегодняшний день мы сделали обсервацию да на оренбургском тракте в это общежитие на оренбургском тракте которое нам перешло от института госуправления в свое время мы обкатали регламент обсервации на иностранных студентов особенно те кто приехали из китайской народной республики они две недели находились в условиях карантина вот они тогда из комнаты не выходили это было требование Роспотребнадзор то есть Роспотребнадзор и мы даже питание осуществляли по всем требованиям вот для всех прибывающих особенно из регионов где есть достаточно большой процент заболевших мы такой карантин тоже будем делать кто заново прибывает и хочет жить в общежитиях потому что сейчас я конечно призвал бы чтобы студенты которые уехали домой они оставались дома со своими родителями и как бы там сложно может не было по организации образовательного процесса без большой необходимости в течение ближайших двух-трех недель оставались бы там дома и не приносили бы на территорию наших общежитий болезнь в то же время мы делаем отдельно для заболевших студентов не обязательно коронавирусом в общежитиях изоляторы да он может ангиной заболеть заражать других гриппом заболеть и так далее поскольку у нас есть собственная клиника сегодня такое поручение я дал чтобы сделали отдельные изоляторы в наших общежитиях под контролем не только студенческой поликлиники которые бы работали но и работали бы под контролем наших врачей из нашей клиники я думаю как только заработают лаборатории которые будут тестировать и получат соответствующее разрешение на ковид-19 наша университетская лаборатория мы попытаемся в большем объеме делать в инициативном порядке наши тесты и для преподавателей и для студентов ведь жизнь не останавливается все равно мы имеем встречи обсуждаем какие-то вопросы да самое главное чтобы мы из этой ситуации вышли если даже не победителями то точно не проигравшими понятно понятно в завершении мы уже больше часа с вами в эфире пандемия или эпидемия да если говорить об отдельных странах но она рано или поздно закончится дай бог чтобы пораньше конечно да уже психологическая усталость накапливается у многих и экономические вопросы конечно возникают малый средний бизнес ушел с рынка по существу несколько просто я хотел бы вот попросить вас поделиться вашими ощущениями знаниями что дальше вот многие говорят сейчас ну да коронавирус уйдет там пандемия уйдет экономика начнет восстанавливаться дай бог чтобы такими же темпами не меньшими темпами чем она падала и многие говорят но все равно мы будем жить уже теперь в другом мире это будет другое общество а вот вошли во вкус удаленной работы мы с вами демонстрируем дистанционные тоже какие-то сейчас контакты обучение дистанционное получило тотальное распространение вынужденное да до минимума сократились контакты с живыми преподавателями вот непосредственно да в аудиториях цифровые технологии получили очень сильный импульс в связи с этим да для своего развития прошла пандемия да восстановились вот для начала примитительно к университету с вашей точки зрения вот эти навыки полученные сейчас технологии вынужденно используемые сейчас они закрепятся и семьдесят процентов персонала университета сотрудников я имею ввиду да вот не сидят да в своих помещениях в своих там кабинетах и так далее сидят там дома и вот компьютер клавиатура и айда вперед программы есть работой или или мы потихонечку потихонечку но все таки вернемся к привычным вот схемам общения к привычным технологиям как вы как вы вот на это смотрите с вашей точки зрения чего мы можем ждать вот на примере казанского университета знаете делать прогнозы конечно дело не очень хорошее но это да сколько все потом будут оценивать что ты говорил и что произошло на самом деле но хочу сказать что для нашего университета в полном объеме возврата предыдущей модели не будет поскольку мы несколько раз пытались начать активно работать в дистанционном режиме и внедрять вот эти цифровые технологии все время натыкались на определенную критику ряда наших коллег что главное это общение со студентами это личные коммуникации это связано с необходимостью чувствовать аудиторию много разных слов нам приводилось и вот сегодняшняя ситуация которая сложилась из-за коронавирусной инфекции показывает что дистанционные технологии реально могут работать и они должны работать это все-таки способствует большей степени когда люди могут регламентировать свою жизнь собственное расписание сегодня конечно коллеги могут возразить поскольку мы сегодня выходим по расписанию да у нас занятия сегодня идут по расписанию то есть вот только место аудитории указано время когда и кто с каким предметом выходит но ведь все эти занятия остаются в записи и к ним можно возвращаться в любое время можно проанализировать дискуссии которые разворачивались по той или иной теме можно пообщаться с друзьями это будет способствовать больше академической мобильности наших преподавателей поскольку они находясь в другой стране в другом городе в другой ситуации вести занятия вот так как работают сегодня для этого навыки которые они сегодня получают я думаю обязательно пригодятся и это будет я думаю востребовано и нашими студентами конечно сегодня многие студенты жалуются преподаватели в том числе говорят что увеличилась нагрузка усилился контроль так называемый цифровой след он все фиксирует и куда деваться в реальном времени мониторим кто из наших студентов сегодня находится в сети как тот или иной преподаватель ведет занятия и у нас нет никаких проблем дальше мы идем и начнем фиксировать насколько интегрированы участники образовательного процесса то есть насколько они активность проявляют и так далее насколько они вовречены вот все это сегодня возможно технически но мы считаем что вот этот период мы отрабатываем эти возможности на практике то есть сделали вынужденный пилотный вариант перехода университета на новую систему если кто-нибудь скажет что возможно ли это сделать сто процента то это не желательно по одной простой причине что мы все отдаем отчет это должны быть два взаимодополняющих процесс то есть обычная старая модель как мы все вели занятие и то что сегодня видим вот на сегодняшних реалиях ведь эти все вещи должны быть взаимодополнями я конечно не сторонник того чтобы лаборатория или физпрактикум или химический практикум проходил вот так дистанционно хотя это тоже возможно да и еще никто не анализировал результаты вот когда сейчас дети будут сдавать ЕГЭ мы сможем первый раз сделать срез протестировать что произошло лучше они ЕГЭ сдали или хуже ЕГЭ по сравнению с прошлым годом то же самое произойдет по выпуску когда мы протестируем наших студентов сейчас специальные тесты готовятся и для студентов тоже и пройдет время многие вопросы уйдут в истории наверное мы с улыбкой о них будем вспоминать что даже такие вопросы возникали значит сегодня дистанционно медики начали консультировать и это тоже я очень извините я грубо сейчас пример приведу да ну просто для некоторого оживления вот вы сказали медики начинают дистанционно да я с трудом пытаюсь себе представить да прием дистанционный прием проктологом например вот так но есть но есть отрасли где не обо всех вещах так же как и дистанционное образование да я вам конкретные примеры привел значит и из области образования конечно но во первых сегодня у вас и датчиков нет даже на вас да если бы у вас были специализированы датчики то по результатам этих датчиков даже без врача специально программа могла бы мониторить состояние вашего здоровья в реальном времени и говорить когда вам надо активность поуменьшить когда наоборот активность увеличить и так далее поэтому это может работать только по принципу взаимного дополнения это разговор сегодня этот не идет о полном замещении того или иного процесса да конечно вот мы с вами общаемся я рад вас видеть сегодня на экране но в живую это делать было бы намного приятнее да вот у нас было десятилетие мы даже чашку или бокал шампанского не смогли поднять если не подняли то не очень удобно было бы каждому своей комнате его пригубить значит поэтому конечно же хотелось бы чтобы мир был добрее и вот та взаимопомощь которая сегодня наблюдается между разными странами учеными чтобы все это сохранилось и были бы поставлены новые акценты и приоритеты и может быть улучшилось бы в той или иной степени отношение к научным работникам и к врачам к исследователям в тех или иных областях и конечно же на собственные производства как медицинских инструментов медицинского оборудования да так и целом медицинских препаратов поскольку вот видите многие же сегодня бизнесмены которые привыкли лечиться за рубежом потеряли такую возможность и они с удивлением это узнали что границы закрыты что никого в германии в клиниках не ждут израильские клиники тоже никого не ждут и когда я несколько лет назад говорил ребята начните вкладывать вот мы создаем университетскую клинику вы знаете в каком состоянии эта клиника была да и многие насмехались и говорили ну а что такого вы знаете не дай бог к вам обратиться там мы уедем и у нас есть закрепленные договоренности там в германии в лучших клиниках а где эти сегодня лучшие клиники да любая страна уважающая себя она должна не только обращать внимание на вот текущие моменты но и предугадывать то что может случиться если мы не научимся кормить своих ученых мы будем кормить других мы уже сегодня говорим о том что нужно постараться вернуть тех или иных исследователей вот сегодня вы задавали вопрос про физику а физики не особо востребованы в том объеме которым осуществляется выпуск это сегодня другой рынок труда для них чем он был сороковые пятидесятые шестидесятые годы сегодня рынок труда востребован на рынке труда востребовано вот резко учительские кадры медики айтишники и другие специалисты если говорить вот сегодня же не зря часть педагогических университетов были переданы в лоно министерство просвещения да как бы специализированные по министерству которые отвечают прежде всего за среднее образование это связано скорее всего из-за того что учителей не хватает а университетские выпускники не все идут в школу потому что их уровень настолько высок что они востребованы по всему миру когда говорили почему ваши учителя не идут в школу но они ведь те кто не по целевому набору был принят и то же самое с врачами они ищут место где за их работу больше бы платили поэтому конечно какие-то я надеюсь акценты будут переформатированы в целом хотя огромный пласт национальных проектов как раз на это ориентирован это и национальный проект как демография отдельно медицинские темы отдельно значит национальный проект посвященный науке и образованию они отражены в национальных проектах я думаю вот этот блок он сегодня получит дополнительный импульс развития и наконец-то мы наверное начнем строить кампус для университетов и для наших крупных клиник исследовательских клиник прежде всего поскольку многое зависит от сегодня коронавирус завтра еще что-то эти же ситуации они с определенной периодичностью возникают и я очень обрадовался кстати когда увидел что глава государства президент нашей страны Владимир Владимирович провел встречу с учеными вирусологами с медиками которые каждый из них выступил сказал чем он занимается поэтому это отношение главы государства я думаю оно обязательно спроецируется и на территории на регионы и мы получим совершенно новый импульс по крайней мере я на это надеюсь да хотелось бы надеяться к сожалению человек так устроен и общество большинство так устроено что пока не прилетит черный лебедь или в российском варианте пока не клюнет жареный петух но мы очень долго раскачиваемся и то что допустим в университете какие-то вещи удалось предвосхитить это конечно вселяет надежду да и в целом я думаю вы очень точное замечание сделали по поводу некоторых ну воришек которые лечились где угодно но только не здесь и теперь они будем надеяться поймут что да вкладываться в свое это перспективнее и дальновиднее но в целом как я понимаю вы в общем настроены как нас учили в свое время в университетах в школах мы исторически оптимисты мы преодолеем и это и выйдем даст бог немножко похудевшими но окрепшими я правильно понимаю не знаю похудевшими нет кто сидит на самоизоляции может и наоборот прийти ну это да есть опасность но я думаю может быть мы немножко поумневшими выйдем из этой ситуации и есть надежда что мы с меньшими потерями выйдем поскольку вы видите каждую неделю президент страны обращается к населению все новые предложениями и здесь в республике президент нашей республики мониторит ситуацию да и я вот если позволите в завершение хотел бы обратиться отдельно к нашим преподавателям и студентам все таки нужно соблюдать все те регламенты которые сегодня имеются и в режиме самоизоляции студентам я отдельно хочу сказать что вот вопросов оказания содействия в том числе материальному обеспечению наборами питания это один блок вопросов сегодня я дал задание разработать отдельную программу по трудоустройству период обучения в стенах нашего федерального университета поскольку в том числе и за счет университета поскольку сам университет является достаточно большим работодателем и изыскать возможности для тех кто этим хочет заниматься не обязательно в своих предметных областях чтобы они так или иначе получили возможность дополнительной подработки в то же время принято решение у нас на территории деревни университета есть собственный магазин он продуктовый там где продают кстати и средства гигиенические на пятьдесят процентов удешевить стоимость вот я специально взял данные это и вся бумажная продукция салфетки туалетная бумага значит средства по уходу за кожей сюда входит гель для душа туалетное мыло жидкое мыло и весь этот набор он будет на пятьдесят процентов дешевле чем продавался сегодня это зубные пасты зубные щетки то есть все то что нужно это средства женской гигиены и средства мужской гигиены тоже на пятьдесят процентов я думаю завтра послезавтра переоценка будет сделано самое главное чтобы эти товары находились то есть в два раза цены на эти вещи будут снижены в магазине на территории деревни универсиады может быть будут ограничены выдачи этих чтобы кто-то на этом не начал делать дополнительный бизнес исходя из того что деревни все таки открытые люди могут выходить но деревне конечно же и все наши общежития ограничен доступ для стороннего посещения вот то что вы говорили как бы ну да эти шутки и то что и всерьез хочу попросить всех моих коллег чтобы режим самоизоляция особенно кому за 65 и плюс в том числе и вам Юрий Прокопьевич побольше находиться дома побольше и я думаю вот эти встречи мы с вами будем проводить еженедельно готовьте вопросы спасибо спасибо Ильша Травкатович я хочу только на всякий случай напомнить уважаемым телезрителям и пользователям сети что это была программа акцент в студии был ректор Казанского федерального университета Ильша Травкатович Гафуров ведущий программы все тот же Юрий Алаев спасибо вам большое за внимание и до новых встреч спасибо до встречи спасибо большое субтитры и до новых встреч 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 от новых встреч Продолжение следует...